Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Михаил Пришвин. Певец добра и красоты». Михаил Михайлович Пришвин родился 4 февраля 1873 года в селе Хрущево-Левшино Оровской губернии в обедневшей купеческой семье. Жилой семье трудно, мать осталась давай с пятью детьми на руках. Первое образование он получил в деревенской школе. Затем же стал обучаться в Елицкой гимназии. В 1885 году 12-летним гимназистом Миша Пришвин с тремя друзьями совершает свое первое в жизни путешествие, которое в дневнике называет «Побегом в Азию». Писатель участвовал также в этнографических экспедициях. Много путешествовал по Северу, Северной Двине, Белому морю, Кольскому полуострову, Соловецким островам, Северному ледовитому океану, Скандинавии. За книгу «В краю непуганных птиц», куда вошли очерки о его путешествиях, был награжден серебряной медалью Русского географического общества. Путешествуя, Пришвин постоянно ведет дневник, в который заносит свои наблюдения за окружающей природой. Писатель считал дневники главным трудом в своей жизни. Он вел их практически ежедневно, а совокупный объем для этих записей превысил его восьмитомное собрание сочинений. Писать книги Пришвин стал не сразу. Он перепробовал много профессий. Был и агрономом, и корреспондентом, и учителем в сельской школе. Охотничьи впечатления были для писателя источником творчества. Природа любит пахаря, певца и охотника. Во время охоты он изучал повадки ясных зверей и умел увлекательно и очень по-доброму писать об этом. Страстное увлечение охотой и краеведением отразилось в серии охотничьих рассказов и очерков о природе. Также Пришвин серьезно увлекался фотографией. Он считал, что текст должен дополняться красивым, визуальным образом. Свою первую книгу он проиллюстрировал фотографиями, которые сделал во время поездки на север в 1906 году. Однако писатель снимал не только природу. В 1930 году он запечатлел уничтожение уникальных колоколов Троицки-Сергиевой лавры, а в военные годы фотографировал в деревнях женщин и детей, чтобы позже отправить снимки на фронт их мужьям и отцам. Всего в архиве писателя сохранилось более 2000 фотографий. Михаил Пришвин был влюблен в природу. Произведения писателя «О встрече с природой» отличаются необыкновенной искренностью и красотой языка. Неслучайно писатель Константин Полстовский называл Пришвина певцом русской природы. Предлагаю послушать рассказ Михаила Пришвина «Изобретатель» из сборника «Кладовое солнце». В одном болоте на кочке под Ивой выявились дикие криковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них взял я себе на воспитание, остальные 16 пошли дальше по коровьей тропе. Подержал я у себя этих черных утят и стали они вскоре все серыми. После из серых вышел один красавец, разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы они не улетели, и жили они у нас во дворе вместе с домашними птицами. Куры были у нас и гуси. С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо 16 яиц и стала высиживать утят. Муся положила 14, но сидеть на них не захотела. Как бы они бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу, пиковую даму. Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая теплая погода. И Дуся повела своих черненьких к пруду, а пиковая дама своих в огород за червями. Свись, свись, утята в пруду. Кряк, кряк, отвечает им утка. Свись, свись, утята в огороде. Квох, квох, отвечает им курица. Утята, конечно, не могут понять, что значит квох, квох. А что слышится с пруда, им хорошо известно. Свись, свись, это значит свой к своим. А кряк, кряк, значит вы утки, вы кряк, вы плывете скорее. И они, конечно, глядя туда, к пруду, свой к своим, и бегут. Плывете, плывете и плывут. Квох, квох, упирается важная птица, курица на берегу. Они все плывут и плывут. Сосвистались, спылись. Радостно приняла их в свою семью Дуся. По мусе они были ей родные племянники. Весь день большая сборная утиная семья плавала в прудике. И весь день пиковая дама, распушенная, сердитая, квохтала, кворчала, копала ногой червей на берегу. Старалась привлечь червями утят. И квохтала о том, что уж очень-то много червей. Таких хороших червей. Дрянь, дрянь, отвечала ей кряк вам. А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они. Черненькие, с большими утиными носами. Ни один даже на такую мать не поглядел. Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты. Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка. «Слышите?» – спросил я своих ребят. Они прислушались. «Слышим!» – закричали. И пошли на кухню. Там оказалось. Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой воин перелезть в стену корзинки высотой сантиметров тридцать? Стали всем об этом догадываться. И тут явился новый вопрос. Сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью? Или же она случайно задела его каким-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязала ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо. Переспали мы ночь. И утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы в кухню. На полу вместе с Дуся бегал утенок с перевязанной лапкой. Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. А этот выбрался. Я сказал, он что-то придумал. «Он изобретатель!» – крикнул Лёва. Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот изобретатель решает труднейшую задачу – на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои, и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет дать свет, рассмотреть события в глубине корзины. И вот побелело окно, стало светать. «Кряк-кряк!» – проговорила Дуся. «Свись-свись!» – ответил единственный утеток. И все замерло. «Спали ребята, спали утята!» Раздался гудок на фабрике. Света прибавилось. «Кряк-кряк!» – вторила Дуся. «Никто не ответил?» «Я понял. Изобретателю сейчас некогда. Наверное, он и решает свою труднейшую задачу». И я включил свет. «Ну, так вот я и знал. Утка еще не встала, и голова ее была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью. Только один с перевязанной лапкой вылез по перьям матери, как по кирпичикам, собрался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края и кувырк вниз. Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол. И началась обычная утренняя кутерьма. Крик, свист, навездом. Дня через два после этого, утром на полу, появилось сразу три утенка. Потом пять, и пошло, пошло. Чуть только кряхнет, и тут утром Дуся все утята к ней на спину и потом валятся вниз. А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали изобретателем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok